Смотрите, высокий этаж, над землей далеко, напряжение, люди не понимают. Покупают все повыше, чтобы вид хороший был. Не понимают, что надо наоборот на первых этажах покупать, там спокойнее будет жить. Потому что на высоких этажах между вами и землей расстояние. Вы как будто в воздухе живете, понимаете? И этот воздух напрягает вас, постепенно напряжение копится, человек не может расслабиться дома, начинается ругань. Потом дальше вынашиваем детей, опять рожаем напряженных детей. В земле надо ближе жить, понимаете? В воздухе люди как бы на деревьях себе не видели, гнезда. Мы не птицы. Нам надо на земле жить. У нас так устроен организм. Когда человек истощен, он не может переваривать ту пищу, которую дают здоровье. Ему надо все кушать очень сильно вареное, очень сильно обработанное, для того, чтобы переварить. И тому же еще надо кушать пищу, которая уже, ну, то есть какая тенденция к питанию идет. Люди кушают все в таком, знаете, как будто уже, ну, это в животе побывало. Ну, то есть оно такое мягкое, такое уже, как бы, сжевать ничего не надо, просто окрас и проглотил. Паштеты всякие, пасты там, понимаете? То есть пища такая, как бы, для уставших лебедей, понимаете? Не для здорового человека. Потому что нормальную пищу уже человек не может переварить. Нормальная пища, которая дает силы, это что? Это огурчик свежий, свежие продукты, понимаете? В городе надо больше есть сырой пищи, мои хорошие. Это зелень. Вам тяжело будет ее есть, потому что истощена психика, истощен организм. Но если вы ее начнете есть, вы почувствуете силы, потому что огурчики, зелень дают силы. Это называется энергия праны. Если у вас все переварено, перетушено, допустим, вы как готовить овощи? Надо нарезать их крупными кусочками в духовке печь, чтобы сохранялась форма. И они полусырые должны быть. Не надо перепекать, не надо, чтобы все вот такое было. Потом, когда вы что-то готовите, не надо все сильно перемешивать, понимаете? Каждое кусочками все должно быть отдельно. Эти все шубы там вот это вот накрутили, съели, потом... Почему? Потому что организм, чтобы переварить, ему надо понять, что там, что дали-то вообще. А там все перемешанное такое влетело, как бы он, блин, что делать с этим вообще, непонятно. Вроде так вкусно, а что там будет дальше, не знаем. Если вы хотите понять, вкусно поели или нет, вы, ну как бы, нюхайте не пищу, а что получилось потом. Если потом плохо получилось, значит, вы неправильно покушали. Потому что это все не переварилось, и там, как бы, поэтому вонь, понимаете, идет. Вонь идет от того, что не варится, не переваривается, ничего нормально. Потом эти музыкальные тоже, как бы, композиции с нижней части тела. Это все тоже от того, что не переваривается, как надо понимать. Конкурс по этим устроили, как бы, музыкальным композициям. И один человек, как бы, ноту сделал, а ему говорят, а ты вот такую ноту можешь взять? Он говорит, не могу, обкакаюсь. Мои хорошие, поймите такую вещь, что самое лучшее, оно очень простое, а самое плохое, все замороченное. Вот давайте я вам сейчас просто на пяти пальцах расскажу, как пища действует на человека. Все очень просто. Все фрукты дают человеку оптимизм. Вот у вас депресняк, допустим, вам не хватает энергии оптимизма. Начните по утрам кушать фрукты. Девять, там, восемь, девять утра. Те фрукты, которые вам нравятся. У вас будет лучше настроение, потому что они поднимают настроение. Так действуют фрукты. То же самое делают сухофрукты. Только они при этом, они больше не дают силы, а как бы, а больше так, дают человеку спокойствие и радость. А если вам нужны силы работать, допустим, вы хотите, у вас не хватает настроения работать. Допустим, вы работаете, прием звонков вам надо, допустим. Алло. Да. У нас, конечно же, есть этот товар. Вот, допустим, прием звонков, да. Надо всегда хорошее настроение. Так? Ешьте фрукты по утрам. У вас будут силы так разговаривать с людьми. Потому что эти силы дают фрукты. А сухофрукты, ну, то есть, именно силу дают, понимаете. А если вы хотите спокойной радость, допустим, у вас выходной, тогда сухофрукты. Сил не будет, но радость будет. Для себя хватит. Запомнили? Орехи дают тонус человеку. Вы помните, там этот ледниковый период, там такой был этот. Он такой вот, что-то его, как ни поставь, он такой, а все время. Это называют слабый тонус. У него слабый тонус был. Орехов мало ел. Надо орехов на грудь, а он раз-то сразу такой был. Понимаете, орехи так делают. Они дают тонус человеку. Вот такого не будешь. Понятно, да? Это орехи. Теперь, есть бобовые продукты. Фасоль, там, маш, всякие вот эти. Бобовые продукты дают силу мышцам и телу. Если у человека физический труд, ему надо есть бобовую вот эту пищу. Не котлеты из маши, понимаете, а просто сваренные вот эти бобы, потому что они дают, нужна еще прана. То есть, нужна форма. Понимаете, не надо все сильно перерабатывать, когда вы готовите. Вы теряете здоровье от этого. Проросшие зерна еще больше силы дают. Но их трудно переварить. Вот их можно, кстати, и на мясорубочке. Взяли, зерна проростили, на мясорубочке провернули и в салат добавили. И они нормально будут, легко перевариваться, но они будут давать силы. Вот, допустим, солнце поднимается весной. И они такие... Что происходит с человеком? Солнце гасит прану. И врачи им говорят, у вас витамины не хватает. Причем это витамины? Они понимают, что есть прана, такое понятие. Солнце поднялось, прана меньше стала, сил меньше стало. Ну, поедьте в любую Африку, там, допустим. Приехали, там как люди ходят? Они такие расслабленные такие. И вот ты ему что-то говоришь, он... А-а-а. Они просто так живут, потому что там солнца много, там всегда. А у них такая жизнь, понимаете, вот такая расслабленная. У нас немножко все по-другому. Солнце поднимается, нас сразу приплющило. Что делать? Начали проращивать зерна. Зерна проращиваете. Результат какой? Бодрячок. Просто начали проросшие зерна есть, в пищу добавляют. Все, бодрячок пошел. Больше сырой пищи всем людям в городе надо есть салаты. Понимаете, мы разбираем с вами, как действуют продукты. Главная проблема жизни в городе – это напряжение. Напряжение по вечерам у всех копится. Поэтому люди поздно засыпают. Поэтому я вам рассказываю вечерний рацион. Это тушеные кабачки, тушеные патиссоны, тушеная тыква, баклажаны, все виды капусты, большими кусочками, кладете на противень, маслицем полили, поставили. В таком, ну не совсем вот такой, чтобы она такая, а чуть-чуть, чуть-чуть плотненькая. Там посолили, не сильно, и перчить тоже вечером не надо. Просто такая вот пища. И покушали. Маслянистая – хорошо. Не надо бояться масла. Понимаете? И сразу вас расслабило. Также горячее молоко. Молоко подогреваете до кипения и с медом пьете при кусочку. И все, тум, спать будете сразу. Почему? Потому что мед расслабляет, это энергия любви. Молоко – это тоже энергия любви коровы. Молоко вырабатывается из любви к детям. У мамы ребеночек появился, любовь появилась, сразу молочко пошло. Вырабатывается из любви молочко. Человек пьет, это энергия любви его. Тинг! Расслабляет сразу. Понимаете? Овощи под светом луны растут. Которые над землей. Не корнеплоды, а над землей. Они, эти все овощи, они дают человеку расслабление, отдых. Кушайте вот эту пищу вечером. И вы будете хорошо спать. У вас все будет нормально. В жизни, если человек перегретый по вечерам, жарко очень, спать, жарко, очень эмоциональность повышенная, хорошо тогда фрукты вечером. Просто фруктов поели, расслабило. Почему? Потому что перегрев прошел. Учитесь жить правильно. Самая здоровая пища на земле – это зелень, листья. Шпинат, салат. Мы не знаем эту пищу вообще. Мы не знаем, что зелень можно тушить. Так же, как, допустим, кабачки. И вот эта зеленая масса такая тушеная, ее можно есть там с молочными какими-то продуктами. Она колоссальная. Здоровье человеку дает. Это самая лучшая противовоспалительная пища. Причем мы не знаем, что можно все вот листья – горчицы, свеклы, редиски, редьки. Все эти листья съедобны. Их просто режешь, с водой тушишь, добавляешь специи, там молочного добавляешь и кушаешь. И эта пища, вот эта зелень, все воспалительные процессы в организме убирает. Она напряжение убирает, расслабляет человека и лишний огонь убирает. Представляете? И напряжение, и огонь убирает зеленая зелень. Поэтому зеленая пища – самая полезная на земле. Зелень. Вот именно листья. Но, понимаете, в салате мы много не съедим, потому что листья трудно переварить в салате. Но если их потушить, надо есть такие рецепты. Изучайте, кто из вас ел тушеную зелень? Видите, немного людей. Какие рецепты есть, изучите их. Это очень вкусная пища. И она приносит здоровье. Если у вас воспалительный процесс в печени, в желудке, в почках, там еще где-то. Не надо беспокоиться. Начните просто увеличить рацион зеленой пищи, и все воспаления пройдут. Ешьте ту зелень, которая вам нравится. Можете тушить и не только шпинат, и можете тушить и листья свеклы. Вот свекла есть же, продают с листьями прямо, да, корнеплоды. Листья на тушении, тушите листья свеклы. Можно тушить листья петрушки, укропа, там, все что угодно. Все, что в салат используется, это все можно тушить. И можно есть, это можно больше съесть. И это будет сразу помогать для здоровья. Петрушка лечит почки, мочевой пузырь, лечит по-женски. Укроп лечит, желудочно-кишечный тракт весь. Свекла лечит, сосуды тушеные. Каждый продукт, зелень, что-то лечит. Теперь, корнеплоды, которые, вот корни, свекла, морковь, они улучшают, если, допустим, все, что овощи над землей, которые растут, они улучшают женские гормональные функции. То корнеплоды улучшают мужские. Женщинам корнеплоды дают хороший иммунитет. Женщины часто склонны к вирусным инфекциям. А мужчинам дает возможность зачинать детей. Давайте я вам сейчас перечислю продукты, которые мужчине дают возможность зачинать детей и женщине. Потому что бесплодие – это бич современного общества. Женское бесплодие лечится. Белая фасоль. Раз. Кокос. Авокадо. Кабачки. А также семечки кабачков. Тыква. Баклажаны. Вот эти все продукты улучшают гормональные функции женщин и приводят к зачатию ребенка. Запомнили? А также большое количество употребления сливок и молока. Приводят к тому, что женщина становится, возможно, зачать получать. Сливочное масло тоже. Запомнили, да? Дальше. Мужское бесплодие. Все корнеплоды в сыром виде. Морковь. Морковь, свекла, сельдерей, пастернак. Надо пить корень женщиня. Корень женщиня всем мужчинам помогает в бесплодии. Всегда. То есть, он активизирует сферматозоид. Корень женщиня. Дальше поехали. Мужское бесплодие. Пророщенные зерна пшеницы. Пророщенные зерна овса. Пророщенные зерна ячменя. Или перловка. Ну, как бы ячмень. И перловка это уже не прорастет. Вот. Из орехов. Женское бесплодие лечат орех кешью и арахис. Мужское бесплодие орехи тоже лечат. Это миндаль, фундук и бразильский орех. Вот если вы увеличиваете эти пищи, которые, ну, как бы вот эту пищу, которую я сказал, можно от бесплодия вылечить без всяких лекарств. Эти продукты все стимулируют, ну, гормональные функции у человека. Так же мужское бесплодие лечит чечевица зеленая. Пророщенные еще лучше. Мужское бесплодие лечит бег. Когда мужчина бегает, у него активизируется сперматозоид. Идет массаж. Женское бесплодие лечит йога. Хорошо. Занятие йогой. Есть такое упражнение поза бабочки. То есть человек садится, стопы вместе, колени в розе. Вот эта поза бабочки очень сильно лечит гормональные функции у женщин. И мужчинам дает тоже уникальное свойство одно. Если мужчина, ну, как бы, у него уже мысль одна только такая непрерывная идет, такая непрерывная, и днем, и ночью такая секс. Вот одна мысль, она не останавливается. То поза бабочки. Вот он садится, стопы вместе, ноги в розе, и через 40 минут этого положения у него, ну, понимаете, вот это сильное желание секса у мужчины идет от перегрева половых органов. Перегревается просто там все. Вот эта поза бабочки охлаждает. А у женщины, наоборот, разогревает. То есть у женщин, наоборот, застой происходит в гормональных функциях. Если женщина поза бабочки делает, у нее, как бы, начинает все двигаться, энергии двигаются, улучшаются. Менщины там, ну, все, как бы, гормональные функции улучшаются. Женщинам для зачатия также нужно плавание, и нужны прогулки на свежем воздухе, по земле, лес, понимаете, вот это вот. И нужно перестать сильно думать о работе, о занятости. Для того, чтобы женщине зачать, нужно расслабиться, успокоиться. Начать, как бы, жить счастливо, радостно. То есть в таком расслабленном, спокойном состоянии женщина может зачать. Пока она зашоренная, пока она думает о работе, у нее вся энергия туда идет, и она не сможет зачать ребенка. Нет сил, не будет. То есть надо, также перед зачатием женщинам поститься на воде надо. Пост нужен тоже. Можно поститься женщинам перед зачатием, можно поститься на зелени. Просто салаты есть одни. Тоже хороший пост для зачатия для женщин. Если у вас дети, смотрите, если у вас ребенок плохо учится, плохо сосредотачивается, или, наоборот, вот такой вот, как бы, заторможенный, или, наоборот, слишком много бегает. Если ваш ребенок не слышит то, что вы ему говорите, если ваш ребенок трудно общается с другими детьми, очень, как бы, находится в каком-то одном состоянии, его не отвлечь, зашоренный на компьютере, допустим, не может растормозиться, то это значит, что он напряжен. Вот это вот напряжение психики, это тотальное поражение всех детей. Понимаете, не только взрослые страдают, потому что атмосфера меняется. У меня есть одна в Ижевске знакомая, она, знаете, как лечит аутизм? Она берет с родителями, начинает работать и меняет атмосферу в доме просто. И все. Что она делает? Она берет и так настраивает родителей, что в доме все были счастливы, они, как бы, выкидывают нафиг телевизор. Ну, то есть, они пытаются сами как-то учиться отдыхать. С помощью общения, доброй музыки, понимаете, друзей приглашать. То есть, она меняет атмосферу в доме. Представляете, атмосфера в доме меняется, ребенок перестает быть аутичным. Вот это зашоренец, вот это убирают. Эти фильмы, да? Компьютерные убирают, потому что это все увеличивает напряжение. И другие способы жить, понимаете? Какие-то, ну, радость, доброта, спокойствие, музыка добрая. Другой способ жить, понимаете? Настрой, перенастраивается квартира вся. И ребенка раз, и расслабило. Чуть-чуть он сначала заторможенный походил недельку, а потом раз, и начал соображать, смотреть на мир. Понимаете? Это все означает у детей, вот то, что мы сами, как бы, расходуемся, ну, так тяжело нам жить. У них это быстрее происходит, потому что они же растут, им надо больше энергии, понимаете? И они, когда в такую атмосферу попадают, они все, они тупеют просто. И эта зашоренность же, она и в школе тоже. Ребенок пришел из школы, садись уроки учить. Это же все расходование. Вот я когда был ребенком, я полдня бегал на улице, футбол играли мы там. У нас на улице все, жизнь протекала. Догонялки там, брызгалки там, покидались друг друга чем-то там. Ну и так это, приходишь домой, голова такая, я помню, хорошо соображает. Раз, быстро уроки все сделал, все. Сейчас, понимаете, ребенок в школу пришел, куда он пришел? У него есть компьютерная игра, есть уроки. Он где отдыхает, где получает энергию? Он на природу ходит? Нет. Вот тебе ДЦП и аутизм. Как лечить аутизм у детей? Нужен бассейн, нужен свежий воздух, нужно сажать деревьям большим. Крупные деревья, хвойные, лечат иммунитет и лечат у детей снижение концентрации внимания. Понимаете? А лечат пищеварение, вот если ребенка ничего не переварится, он тупит, у него как бы снижена концентрация внимания. Можно попробовать возле хвойных деревьев ребенка поводить. Это значит, у него просто снижен тонус. Но, скорее всего, он напряженный, ему нужны лиственные деревья. Лиственные деревья лечат аутизм. Толстые деревья, больше человеческого тела ствол, это значит, это дерево будет расслаблять. Если тоньше человеческого тела ствол, дерево будет напрягать. Ну, то есть, возьмите просто ребенка, посадите, пускай он поиграется, если он маленький, рядом с таким деревом. Если он будет находиться 40 минут в день, и вот так будет расслаблять хорошо, что он начнет соображать у вас. Понимаете? Увеличьте в рационе молочное, молочное расслабляет. Увеличьте в рационе зелень, зелень расслабляет. Овощи, которые растут на земле, все зерно напрягает. Вот дети любят зерновую пищу, это все напрягает. Овес, пшеница, рис, это все напрягает человек. Мясная пища тупит человека, делает его тупым. Понимаете? Потому что это тяжелая пища. Она не помогает вылечить ребенка. Ребенку же надо развиваться, эта пища трудно переваривается. Вы думаете, мясо не ест, как он вырастет? Мясо не помогает вырасти человеку. Возьмите просто физиологический раствор, возьмите, сделайте это там. Ну как бы, это то, что у нас в желудке находится. Просто солевой раствор. Начните просто варить кусок мяса и кусок сыра. Кусок сыра через 3 часа превращается просто в это, в эмульгацию. А кусок мяса ни во что не превращается. Понимаете, как человеку 8 часов нужно, чтобы кусок мяса переварить человеку? Представляете, сколько энергии уходит на это переваривание? И люди почему мясо едят? Почему такая привязывается? Потому что мясо гасит энергию. То есть это искусственное происходит снятие напряжения за счет отупления. То есть человек вроде бы не напряжен, но и тоже ничего не соображает. Понимаете? Молочная пища легче переваривается. Она дает возможность радоваться, потому что это энергия любви, это не энергия убийства. И пресняка меньше будет. Переходить на правильное питание. Все ученые мира сейчас, все диетологи считают, что мясо это пища, которая сокращает продолжительность жизни. Красное мясо является главным канцерогеном. Уже куча диссертаций на эту поводу написано. Понимаете? Учитесь питаться более легкой пищей. Современные диетологи говорят, что они как бы рекомендуют просто легкое мясо есть. Поэтому сейчас даже в стране количество курицы по продаже, ну как бы, люди больше мясо птицы начали покупать, потому что поняли, что переходит на более здоровый образ жизни. А допустим, в Европе вообще многие без мяса живут. В Америке там вообще повально просто. Люди на зеленых вот этих вот, пьют эти из шпината, да? Вот эту вот зеленую смузи. Это крутая вещь. Это пища, дающая здоровье. Вот если вы не хотите тушить зелень, тогда берите блендер просто. Зелень перемалывайте, солите там, перчите и пейте. Это крутая вещь, понимаете? Это круто лечит человека. И ребенку, если вы подслащивать будете это давать, его тоже будет расслаблять. Это тоже лечит аутизм. Если вы хотите аутизму ребенка вылечить, он чуть-чуть подрос, отдайте в какую-нибудь секцию. Где надо двигаться? Понимаете? Отдайте туда, где ребенок будет бегать и прыгать. И он у вас растормозится. Лучше всего это контакт с водой, плавание. Если не, ну как бы так же хорошо, если он просто борьба. Вот мальчикам хорошо борьба подходит для того, чтобы вот, ну это состояние зашоренности прошло. Потому что когда мальчик борется, его расслабляет. Борьба, она физическое напряжение, психика расслабляется. Понимаете? Бег тоже, легкая атлетика тоже расслабляет. Это тяжелая атлетика. Если мальчик там вот эти вот гели все качает, его тоже психика расслабляется. Вот, допустим, представьте себе человека, у которого, допустим, он качается много. Как он выглядит? Как он выглядит? Какой? Ну, Шварценеггер, допустим. Да? Психи расслаблены, потому что вся энергия ушла в мышцы. Об этом Павлов говорил. Это очень хороший способ снять стресс. Он говорил, единственный нормальный способ снять стресс, это энергию всю перекачать в мышцы. Это классная идея, понимаете? Ей пользовались с древних времен. Мы не пользуемся. Поэтому сейчас и естественно вот это вот развивается, вот это вот, ну как называется, фитнес, да? Ну, когда качаются там. Это классный способ, понимаете, расслабиться. Гораздо лучше, чем вот эти мертвые не потеют по телевизору. Это вас точно не расслабит, это просто самообман. Фитнес не увеличивает продолжительность жизни. Он гармонизирует жизни. Мышцы сами по себе, когда крепкие, улучшают состояние внутренних органов. Потому что, когда человек мышцы качает, идет массаж также печени, почек. Они освобождаются от всех ненужных солей, там все это убирается из организма. На уровне грубого тела идет восстановление организма. Я тоже сейчас начал фитнесом заниматься, я вижу, как это работает. Понимаете? Но тонкие каналы психические прочищаются только теми методами, которые я вам назвал вчера. Если хотите, чтобы у вас помолодело тело, знайте, что молодость тела зависит от психических каналов, а не от грубого тела. Вот человек, допустим, фитнесом занимается, у него печень как болела, хроническая болезнь, так и осталась. Чтобы она вылечилась, нужно бегать пост на воде и статические упражнения. Когда человек это делает, он избавляется от хронических заболеваний. Причем избавляется постепенно. Вы прям почувствуете, как печень начала лечиться и почувствуете, как она закончилась, лечение. Где-то 3-4 месяца, вот когда человек эти нагрузки делает длительные, постом, статическими упражнениями, бегом, у него постепенно организм омолаживается. Нужно время для этого. Но когда это происходит, вы это почувствуете. Я, допустим, когда мне было 49 лет, я когда сгибался, кряхтел уже. Я почувствовал, что я, хотя йогой занимаюсь, понимаете, я сгибаюсь или куда-то поднимаюсь по лестнице. Все, старость, привет. Понимаете? Теперь я не кривчу. То есть я начал бегать, когда я сейчас начал бегать 16 километров, я почувствовал себя молодым. Понимаете? Я потом проследил за собой, как моя нервная система зашаривалась за все это время. Понимаете? То есть у меня освободилась психика. То есть она осталась легкой, такой радостной. Освободилась здесь мышца, освободилось тело, освободились внутренние органы. Я могу видеть, как изменяется структура моего организма. И у меня по роду простатит вот эти вот, как бы, ну, у всех родственников, у мужчин. Доброкачественные, потом злокачественные опухоли предстательной железы. И у меня тоже, я вроде вегетарианец, 30 лет. У меня начинается, потихоньку пошло, вот это вот формирование доброкачественной опухоли предстательной железы. Я могу видеть себе это. После того, как я начал бегать от часа до 20, часа 20, эта штучка рассосалась. Тю-тю. Все, все помолодело, стало нормально. И ранний климакс у мужчин и у женщин тоже это причина просто неправильного работы организма. Он тоже, понимаете, этого не будет. Раннего климакса не будет, если человек пост делает, длительное движение делает. Ранний климакс, до свидания. В 45 лет можно рожать спокойно. Теперь смотрите, вот я вам даю конкретный практический совет. Вот продиагностируйте себя. Если вы чувствуете, что у вас нет отношений с мужем, не можете, не о чем поговорить. Живете вместе, не о чем поговорить. На работе устаете. Ну, чувствуете, что устал от работы, не хочу здесь работать. Но что-то другое надо найти. С мужем не о чем поговорить. Дети вызывают сильное беспокойство. То есть, как будто я не могу с ними справиться. Город, в котором вы находитесь, надоел уже. Это значит, что вы истощены. Все. Больше никаких выдавок не делать. Не то, что муж у вас плохой. Не то, что работа плохая. Не надо этих выводов делать. Вы просто истощены. Что делать? Вы, допустим, скажете, а я не могу бегать. Вам никто не заставляет бегать. Начните ходить. Вы скажете, а я не могу ходить, мне некогда. Как женщина сказала, мне некогда. А выбирайте тогда, жизнь или смерть. Потому что дальше будет только хуже. Я вам точно говорю. Точно. Идите на улицу. Включайте лекцию. Потому что лекцию лучше слушать на свежем воздухе, когда идешь. Включайте лекцию. Пошла. Сначала просто ходить. Потом палки купить и с палками ходить. Чтобы все видели, что вы спортом занимаетесь. Потом начните бегать. Потому что с палками ходить хуже, чем бегать. Женщинам лучше это делать вместе, вдвоем с кем-то. Две женщины уже все, они чувствуют себя хорошо. Никто не помешает. А если две женщины хотя бы с одной палкой. Ну, велосипед, понимаете, вы же там раскрутанули, потом едете. Спина согнутая все время. Почки перенапряжены. Это не способ очистить организм. Конечно, движуха будет хорошая. Чувствуется. Ну, очищение не будет. Зачем велосипед, если можно бежать просто? Почему вы не хотите бежать? Тяжело, правда? Поэтому велосипед, да? Ну, пусть дети велосипеды, они дети. Им надо какое-то движение. Вот вы бегаете, дети бегать не хотят рядом с вами. Пусть на велосипеде едут. Жена бегать не хочет, пусть на роликах едет. Главное, чтобы что-то делали. Хоть что-то, понимаете? У меня жена говорит, я согласна с тобой выходить, но бегать как-то я не буду, поэтому ты, а мы должны вместе, поэтому ты бегать туда и сюда назад, вокруг меня. Я говорю, я согласен. Мы выходим, она идет, короче, я бегу туда, бегу обратно, вот так рядом с ней, она довольная. Всегда меня видит, я бегу к ней, она улыбается. Все, отношения, общение. Потом проходит полчаса, она вдруг вдохновилась, пробежала чуть-чуть. Женщине тяжело вдохновить, у нее психика тугая. Вдохновилась, пробежала. Потом, ой, я тоже хочу бегать, все, пошла бежать. Все, супер. Вытаскивайте детей с собой. Пускай они смотрят, что вы двигаетесь. Придет время, они тоже начнут больше двигаться. Главное, вытащите. Я одному своему сотруднику, врачу, показал, как работает система изменения сознания. Он меня спросил как-то, говорит, как вообще менять сознание у людей. Я ему ничего не ответил. Я говорю, слушай, я сейчас купаться пойду, прогуляйся со мной. Он такой, говорит, а там холодно, я в этой воде не купаюсь такой. Я говорю, да, я понял. Ну, ты просто, ты если со мной идешь, плавочки возьми с собой, одень на всякий случай. Он говорит, ну, я купаться не буду. Я говорю, ну, конечно, не будешь, ты одень просто плавочки. Одел, пошел. Приходим к воде. Я такой встал, такой, говорю, блин, какая вода хорошая. Она холодная. Я говорю, у меня ноги привыкают, так хорошо. Он говорит, а что, вот ты стоишь, не простынешь? Я говорю, нет, если привыкнуть, не простыну. Он говорит, а я могу попробовать? Я говорю, можешь. Снял, короче, штаны. В плавках встал, стоит. Вот, я потом, раз, потом зашел глубже, там, вышел. И вот, я говорю, вот так привыкать надо к воде постепенно. Зашел, вышел, зашел, вышел. Он такой, чуть-чуть зашел, чуть-чуть вышел. Но я, говорит, купаться не буду. Я говорю, конечно, ты не будешь. Я буду купаться. И я такой, и он, правда, не купался. Я такой искупался, такой, выхожу, говорю, блин, как хорошо. Я такой, меня расслабило, такой стою. Он на меня смотрит, такой. Может искупаться. И я пошел второй раз потом. Меня расслабило, я пошел второй раз. Он тоже пошел, чуть-чуть побольше. И в конце концов он искупался. Знаете почему? Потому что человек хочет быть счастливым. Он увидел, как я счастлив. То же самое было, мы приехали на Байкал со своим другом. Такой серьезный бизнесмен, муж слушает мои лекции. И когда я приезжаю в Иркутск, он приводит, ну, человек 20. 30 своих сотрудников. Бизнесменов, там топ-менеджер. У него большая компания, там несколько заводов. И он такой, мы дружим с ним. И он такой, я его спрашиваю, говорю, а твои сотрудники-то ваши? Говорю, ну, любят с лекции мои слушать. Он такой, конечно, любят. Пусть попробуют не полюбить. Не знают, что будет. Я говорю, а зачем вы их водите? Он говорит, а я наблюдаю за ними. Вы же в лекциях говорили, что если человек лекции не слушает, меняться не хочет, значит, он тупой. Его, значит, развивать не надо. Развивать будем тех, кто хочет жить. Представляете, так и работает. То есть у него очень сильно поправились все дела, потому что он смотрит. Если человек, ну, не хочет работать, значит, у него слабый разум. Значит, в него не надо и вкладывать. Потому что он не перспективный человек. Он не сможет поменять свою жизнь. Он не сможет стать лучше. А те, кто включаются, он их повышает, и они потом ему дают результаты. И мы с этим человеком поехали купаться на Байкале вместе. Байкал, там 4 градуса всего вода. Вот. Ну, иногда 5. Очень холодная вода. Ну, представьте, он взял водителя, все. И водителю тоже взял там, все, как бы. Он говорит, одевайся, говорит, я купаться не буду. Конечно, не будешь. И мы, когда искупались, мы сели в машину, втроем. Вот Максим, я и вот этот человек. И ржем, как эти. Такие счастливые, смеемся там, как мы купались такие. Он сидел-сидел, плюнул, выходит такой, раздевается и лезет в воду, понимаете. Искупался такой, вы говорите, аааа, такой, я искупался. Я сейчас о чем вам говорю? О том, что сознание передается от одного человека к другому. Запомните это. Вам надо просто вытащить на улицу своих родственников. Пускай они не бегают. Вам надо вытащить своего родственника в фитнес. Не надо его заставлять, чтобы он там что-то делал. Пускай сидит и смотрит на вас. Знаете, что придет время, и он начнет что-то делать. Это сто процентов. Просто заставьте его сходить с вами по какой-то причине. Я одна не могу, я стесняюсь, там много мужчин. Что-нибудь придумайте, понимаете. Но если вы сами начнете это делать, вы спасете жизнь своему мужику. Потому что если он у вас выпивает, если он у вас курит. Понимаете, мужчине не хватает только одного в жизни этому движения. Запомните, что мужчину легко вылечить любого. Его надо просто сделать так, чтобы он полюбил движение. Полюбил вот эти штанги. Полюбил купаться в холодной воде. Мужчине больше ничего не надо для здоровья. У мужчин организм, знаете, какой сильный. То есть он может вылечить сам все. Это не то, что женский организм, понимаете. Мужчина очень крепкий организм. Его надо просто включить. Мужчине очень трудно включиться самому. Ему нужна помощь. Но когда мужчина включится, можете про него забыть. Он всю жизнь потом будет этим заниматься. Помогите мужчину включить своего мужичка. Понимаете, оторвите его от хоккея по телевизору. Понимаете, сделайте так, чтобы он начал двигаться, начал жить. И вы спасете свою семью. Потому что если он будет смотреть дальше телевизор, он будет усталость дальше копиться. Знаете, какая мысль его в голову придет? Что ему нужна молодуха. Я вам точно говорю, сто процентов. Мысль только одна приходит. Уставшие лебеди мужского пола отдыхают только в постели с другой женщиной. Запомните других вариантов. Поэтому если вы своего мужа не растормозите, не сделайте так, чтобы он начал жить нормальной, здоровой жизнью, шансов сохранить семью нет. Телевизор, работа, телевизор, работа, дальше другая женщина. И еще кое-что я вам хочу сказать. Это из этой же темы. Вот смотрите, допустим, одна женщина меня спрашивает, Олег Геннадьевич, вот смотрите, у нас была семья, мой муж любил моих детей, он любил меня. Почему он ушел в другой? Ну, то есть одну часть темы вы поняли, почему. Потому что люди устают от жизни, которой мы живем. Это неправильная жизнь просто. Но есть еще другая часть темы, которую тоже надо знать. Вот понимаете, я недавно видел, такой мне прислали клип по WhatsApp. Лежит Коран, раскрытый. Человек берет кошке, дает ее кошачью пищу. Кошка голодная. Она идет за пищей. Он ее пытается затащить на Коран. И она его обходит. Не наступает. Видел такое, нет? Не наступает. То есть он вводит ее, вводит. Она не наступает на этот Коран. Теперь кладет другую книгу просто. Кошке пищу. И она пошла по книге сразу. Вы представляете? Даже у кошки есть совесть. Включается совесть, когда она видит священный объект. Даже у кошки. Вы что думаете, у вашего мужика не включится? Я вам точно говорю. Ваш муж перед алтарем без штанов не будет ходить, понимаете, по дому. У него включится совесть. Если вы освещаете пищу дома, если у вас есть алтарь, если у вас висят священные изображения, понимаете, не всякие голые бабы в доме. Вот это вы сами себе усугубляете. Вы понимаете, вы в доме делаете сейчас очень крутая модная отделка голых баб вешать в доме. Вы что у мужа-то своего возбуждаете? Что в психике вы и смотрите порнуку, потом фильмы по телевизору вместе с ним. Что вы у нем возбуждаете, то и получаете, понимаете? Вам надо иконы повесить в доме. Надо сделать алтарь. С молитвой готовить пищу. Давать эту пищу мужу. Понимаете, у него будет жить совесть. И он не бросит вас тогда. Потому что совесть не даст. Понимаете, совесть связана с Богом. Что такое совесть? Понимаете, любое включение человека в жизнь означает контакт со сверхдушой. Веды говорят, что сзади души находится Господь. Какие функции его? Он дает человеку счастье, когда человек правильно живет. Он дает человеку знание. Это называется совесть. Неправильно идешь, правильно живешь. Он дает человеку память. Он дает человеку понимание, что вот здесь победа над судьбой, а здесь нет. И чтобы душе повернуться к Богу, это называется внутренняя жизнь. Ему нужно отвлечься от вот этой зашоренности, в которой мы находимся постоянно. Понимаете? Когда человек видит природу, его душа поворачивается к Богу. Когда человек видит добрых людей или делает добро людям, его душа поворачивается к Богу. Когда человек служение какое-то в храме делает, его душа поворачивается к Богу. Когда человек птичек кормит, вроде, что там за дело? Птичек кормит, его душа поворачивается к Богу. Если вы в течение своей жизни много и часто этим занимаетесь, кормите нищих, кормите птичек, о всех заботьтесь, в подъезде цветочки поставили, кружечку поставили, чтобы все поливали, наливайте воду, чтобы все поливали цветы. И ваша душа в это время поворачивается к Богу, означает, отдыхает, снимает напряжение. Ваша семья расслабляется, атмосфера в вашей семье расслабляется. Вы когда с молитвой готовите пищу, пища так настраивает психику мужа, что удача идет в его жизни, потому что он везде будет улыбаться, везде будет добрым, везде будет расслабленным, понимаете, будет хорошим человеком, не зашоренным. Потому что эта пища разворачивает чувство собственного достоинства к Богу, это называется совестливая жизнь. Понимаете, люди в древней культуре перед едой молились, после еды молились, перед каким-то делом молились, перед свадьбой молились. Для чего? Они настраивали свою психику на правильный лад. Это называется переключать тумблер. Чем чаще его человек переключает, тем он больше от этого видит пользу. Продолжение следует...